Глава региона Вячеслав Федорищев и глава города Елена Лапушкина встретились с жителями дома номер 131 по улице Максима Горького. Несколько лет они добиваются ввода в эксплуатацию ранее построенной и частично заселенной секции, но подрядчик считает это невозможным, пока не будет достроена вторая очередь объекта. Пришли к решению в течение двух недель принять дорожную карту, потому как будут вводить секцию дома в эксплуатацию. По итогам июня паблик Самары ГИС ВКонтакте снова занял первое место по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от новых медиа. Уже 7 месяцев мы занимаем первое место и больше года находимся в тройке лидеров. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в социальной сети. Крылья Советов и Химки провели контрольный матч. Игра закончилась со счетом 2-2. В первом туре российской премьер-лиги «Крылья» встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 июля в Самаре. В Самарской области движение по Волжскому мосту и дороге обход Тольятти запустят на этой неделе. Минтранс выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав магистрали. Четырехполосная дорога со скоростью движения до 110 км в час обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно. Разгрузит переправу через Волгу и уведет потом грузового транспорта с улиц Тольятти. В Сызранском районе ночью произошло массовое ДТП. На трассе М5 «Урал» столкнулись «Тойота Королла», грузовик «Вольво» и «Вазовская Калина». В результате происшествия женщина и пятилетний ребенок скончались. Восемь человек доставили в больницу. В Самарской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, который называют режимом «черного неба». В это время в приземном слое атмосферы накапливаются вредные вещества. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещение только кондиционерами, заниматься спортом в закрытых комплексах. Мошенники теперь предлагают россиянам улучшить связь. Под таким предлогом они воруют личные данные. Преступники грозят отключением интернета, а чтобы этого не случилось, просят продиктовать уникальный код из сообщения. Чтобы не попасться на эту уловку, лучше использовать систему блокировки подозрительных звонков и не переходить по сомнительным ссылкам. Медики рассказали о популярных ошибках в использовании солнцезащитного крема. Главная ошибка – нечастое нанесение. Крем нужно наносить повторно после купания. Неправильно наносить средство в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Его надо использовать за 10 минут до выхода на улицу. Использовать крем нужно и для смуглой кожи.